Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, рады приветствовать вас. Доброе утро, Лейла, доброе утро, Валерий, приветствую всех телезрителей. Так вот, как говорила посол Соединенных Штатов в Украине, Бриджит Бринг, Соединенные Штаты еще работают. Когда о этом репарационном кредите, можно будет уже говорить как о свершившемся факте. Что нужно для того, чтобы он стал этим свершившимся фактом? Насколько известно, Соединенные Штаты Америки, они просят действительно, чтобы Европейский Союз дал четкие гарантии, что вот эти российские активы, что они действительно будут заморожены до момента окончания и войны, и выплат по этим самым кредитам. Надо понимать, что ежегодная прибыль от кредитов – это порядка 3 миллиардов долларов в год. То есть мы понимаем, что 50 миллиардов не покрывается этой прибылью в течение нескольких лет, но уже значительно более длительный период. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас во многом идут разговоры касаемо вот этих самых гарантий того, что действительно не будут какие-то переигранные решения и не будет шаг назад в отношении заморозки этих активов. Они будут заморожены именно до момента, когда все суммы будут покрыты. Хотя, опять-таки, мы все время говорим последние месяцы о прибылях с самих российских денег, а не о российских деньгах, а не о приблизительно 300 миллиардов долларов, которые сейчас заморожены у наших партнеров. И если в начале полномасштабной войны казалось, что здесь никаких сложностей не будет, и эти деньги будут направлены на помощь Украине, то где-то с мая 2022 года начались дискуссии, которые продолжаются по сегодняшний день. И к этим дискуссиям привлекается все больше и больше людей. Собственно, даже этот год начался со статьи Нобелевского лауреата по экономике Стиглинца, который как раз 4 января размышлял над тем, что вообще-то эти деньги замороженные российские. Их надо передать более того, как он отметил, что передать Украине. Помощь, которую выделяет США, он обратил внимание, что 90% оно-то остается в США. То есть это политические манипуляции, когда говорят, что вот там США что-то в Украине дает, отрываем от нашей экономики. Оно как раз работает на ее экономику. Оно должно работать на производство оружия, то есть на зарплаты сотрудникам военно-промышленного комплекса США, которые это делают. То есть к чему долгие размышления о том, что действительно дискуссии есть, и действительно, как мне кажется, нужны более четкие гарантии того, что вот это решение о заморозке, оно не будет, скажем так, изменено, либо пересмотрено вследствие каких-то договоренностей с Россией. И когда вот это обязательство будет достаточно жесткое, тогда, я думаю, проблем с дальнейшими шагами не будет. Иван, я хочу вас спросить, как Украина правильно должна распланировать, потому что деньги любят все-таки учеты очень строгие, да, и такие суммы. Ну вот я смотрю, да, Украина, действительно, министр финансов Сергей Марченко, что сообщил агентству Интерфакс Украина. Вот эти разовые 50 миллиардов доходов на замороженные средства Российской Федерации стоит растянуть на несколько лет. Это то, о чем он говорит. Есть взаимоисключающие задачи, как найти средства на восстановление, как растянуть эти средства, ограниченные 50 миллиардов, которые являются разовой акцией. Их больше нельзя будет повторить. Вот он предлагает трехлетнюю перспективу, да, это я сейчас процитировала, как у вас дословно, его слова. Я повторюсь, учет необходимый, действительно, тут очень важно, как будут распланированы эти средства. Вот предлагает Марченко трехлетнюю историю. Возможно, тут необходимо думать еще более о долгой перспективе использования этих денег. Ваше мнение как экономиста? В первую очередь, давайте повторюсь, не будем забывать о основном кредите 300 миллиардов, потому что чем больше мы все время концентрируемся на кредите, 50 миллиардов за счет прибыли, подчеркиваю, прибыли от российских активов, тем меньше мы отходим от, собственно, вот этих самых кредитов, которые, как мне кажется, должны быть. Также, если кредиты передаются Украине, между Украиной и партнерами должны быть также договоренности о том, что вот это обязательство по прибылям, оно будет выполняться, чтобы не думали, что если эти деньги передаются Украине, соответственно, теряется вот эта составляющая прибыли, которая не будет дана партнерам. Здесь как раз Украина должна, мне кажется, вести вот эти переговоры и взять на себя обязательство, что гарантии по выплате с замороженных российских активов будет осуществляться и далее, то есть эти гарантии сохранятся, и Украина будет компенсировать с российских денег, с 300 миллиардов, с основного тела российских вложений, компенсировать нашим партнерам поддержку, которая будет. То есть, чтобы не было опасений у партнеров, что если передаем Украине основные деньги, соответственно, теперь они теряют вот эти возможности компенсации этого кредита. И вообще надо всячески подчеркивать, что будет абсолютно правильно, если Россия будет платить за агрессию, которую она осуществила, потому что чем больше ведется разговоры, что вот, это нарушение права собственности, это подрыв там вашингтонского консенсуса и того, тех постулатов, на которых мир живет с конца 1980-х, и, соответственно, частная собственность неприкосновенна, вот мне кажется, отойти надо от этих постулатов и говорить нашим партнерам, что давайте в первую очередь Россия платит за агрессию, а потом уже вы нам помогаете, а не наоборот. А то пока получается, что мы получаем помощь, мы благодарны за эту помощь, но как-то вот российские деньги не пробуют. Я думаю, что тут как раз вот сейчас будут опять цитировать Стиглица, его статью, что надо не только России, а всему миру показать четкий, вернее, дать четкий сигнал, что если вы подрываете мироустройство, то будьте готовы, что защита частной собственности к вам отношений иметь не будет. И ваши активы, которые преимущественно находятся на Западе, не будут работать на вас, они будут работать против вас. И вот такой философии, мне кажется, надо, чтобы наши партнеры все больше, скажем так, принимали. Украина должна подчеркивать, что вот нам все-таки хочется, мы благодарны, подчеркиваю, за помощь, но нам все-таки хочется, чтобы именно Россия платила за это. А дальше посмотрим, и более того, не стоит также забывать о том, что помимо замороженных денег Центрального банка России, есть еще и частные российские деньги людей, которые так либо иначе связаны с Кремлем. Есть предположение, что эти деньги во многом имеют номинальных собственников, коими есть российские олигархи, а по сути это деньги, которые принадлежат российской власти, которые работают на российскую военную машину. То есть здесь тоже надо будет расширить этот круг, и тогда мы будем говорить уже не о 300 миллиардах, а приблизительно об одном триллионе долларов, которые по всему миру принадлежат людям так либо иначе связанными с российской властью. Думаю, тогда и перспектива будет лучше, и главное, партнеры будут понимать, что в первую очередь Россия будет платить, а не налогоплательщики этих стран. А что сложнее, заморозить государственные активы Центробанка или частные персональные? И вы назвали такую хорошую для Украины сумму, но в чем сложность работы именно с персональными активами? С персональными активами проблема в том, что надо доказательная база того, что действительно те либо иные люди имеют отношение к государству Российской Федерации. Потому что государственные деньги – это, естественно, часть российских денег, российской экономической машины. Что касается частных денег, вот здесь нужна достаточно скрупулезная работа соответствующих органов, которые будут предоставлять необходимую доказательную базу того, чтобы тот либо иной российский олигарх – это ЗИЦ, опять-таки владелец, а по факту это российские деньги, которые просто номинально записаны на этого человека. То есть он назначен быть собственником этих средств, а по сути эти деньги принадлежат государству Российской Федерации. Вот надо установить все эти связи, потому как, естественно, прогнозируется огромное количество жалоб судебной станции с требованием отменить подобные решения, от чего боятся и европейские партнеры, что через юридическую составляющую любое решение будет испорено. И если доказательная база будет жесткая, если комар нос не поточит, как говорится, тогда и будет проще решать вопросы с этими деньгами. Просто я понимаю, что это требует большой работы, это требует четких железобетонных доказательств, но если они будут собраны, ситуация будет намного проще. Если говорить об рисках, вот допустим, что Венгрия и Словакия в определенный момент скажут, что мы против блокировки средств Центробанка. Есть ли такие риски, и как Евросоюз может себя от них обезопасить? Безусловно, риски присутствуют. И когда мы говорим о том, что надо гарантии Европейского Союза, надо в том числе гарантии решения ситуации, что в случае протестов со стороны отдельно взятых членами Европейского Союза, такое решение не будет изменено. То есть это также надо прописать. Как решать эту проблему? Но есть разные вариации. Знаете, вот сейчас одной из тем, которая циркулирует в медийном пространстве, есть победа ультраправой партии в Австрии. Пока это еще не власть Австрии, но тем не менее факт победы есть. И я вспоминаю историю, когда Австрию много лет тому назад, согласно статье седьмой части, третьей статьи, вернее, лишили права голоса в Европейском Союзе, именно из-за того, что политика Австрии не соответствовала, скажем так, идеалам и не соответствовала требованиям Европейского Союза. И вот то же самое, как мне кажется, вполне может будет, можно использовать касаемо Венгрии, Словакии, либо любой другой страны ЕС, которая захочет заблокировать подобное решение. Чтобы страны, которые будут выходить на вот эту идею, а давайте не дадим продолжать арест российских денег, чтобы они знали, что подобный шаг будет воспринят партнерами по ЕС как недружественной в отношении политической линии Европейского Союза, санкцией, чего будет использование в начале статьи, ну, статьи седьмой части первой, в которой есть инициировка лишения права голоса, и, собственно, часть третья, по которой эти страны не смогут голосовать в ЕС и, соответственно, не смогут иметь право ВЕПа. Когда мы говорим о том, что мы лишаем страну права голоса, мы в первую очередь понимаем, что мы лишаем ее права ВЕПа. Поэтому это, как мне кажется, будет вот эта самая железопетонная гарантия, о которой я говорил ранее, того, что ни одна страна ЕС не сможет в последствии что-то изменить в подобной траектории решения судьбы замороженных российских активов. Есть еще и Британия, да, в которой очень много дискуссий в отношении того, как необходимо было действовать. И весна этого года очень активно, да, обсуждения как раз и были заявления в контексте как раз, что российские активы необходимо все-таки конфисковать и направить все-таки на нужды Украины и на восстановление Украины. Одним из тех, кто предлагал тогда очень активно заняться этим вопросом, тогда это министр иностранных дел Великобритании, на тот момент Дэвид Камерон. Но он тоже говорил, что если это и произойдет, то произойдет уже после войны, да, этот вопрос. Хотя еще раз акцентирую внимание, это же не первый раз, когда обсуждалась эта тема. Кто-то говорит, что это связано с тем, что все-таки в Великобритании достаточно большое количество тех россиян, достаточно с большими суммами, и кто все-таки в банках держит свои деньги. Можем вспомнить ту же историю Абрамовича и клуба Челси, да, были одни обещания, потом другие. Всю предысторию не буду говорить, но все же есть те страны, которые, ну, свою позицию и свою политику в этом аспекте имеют, несмотря на то, что Великобритания достаточно серьезно и активно поддерживает Украину. Здесь все-таки каждая страна выходит из целесообразности для самой же страны. Либо же действительно есть еще история Швейцарии, где банковская система иначе работает. И Швейцария очень много раз говорила, что, ну вот, в частности, частные активы, приватные, мы не имеем права трогать, потому что это банковская система, куда политики не имеют права вылазить. Безусловно, у каждой страны свои подходы, и, безусловно, Швейцария и Великобритания, которые не входят в Европейский Союз, они не ориентируются на нормативную базу ЕС. Однако тут уж, что называется, должна быть выстроена, давайте так, конструкция единой западной философии касаемо подрыва мироустройства, чем сейчас занимается Россия, то есть подрывает мироустройство, которое существует, а не, по сути, мир толкает на порог следующего глобального военного конфликта. И в этом плане, мне кажется, что необходимы диалоги у основных представителей Запада, у США, у Брюсселя, то есть Европейского Союза, с подобными странами, со Великой Британией и со Швейцарией, суть которых будет вводиться к следующему, что поскольку и Великобритания, и Швейцария, и любая другая страна, которая относится к Западу, но не является частью Европейского Союза, должна понимать, что вот есть определенная линия идеологическая, хотел сказать линия партии, но в данном случае это линия Европейского Союза, линия США и их партнеров, о том, что Россию надо наказывать, и любые действия всех стран, которые относятся к Западу, но в то же время не придерживаются этой линии, будут восприняты как попытку так либо иначе сыграть на руку России, что, безусловно, нежелательно, и что может привести к определенным расследованиям, касаемо вот этих стран. Не думаю, что Великобритания, которая, в принципе, является одним из фронтменов поддержки Украины, и которая хочет вернуться на глобальную политическую арену, и во многом использует ситуацию, когда Российская Федерация наполнена на Украину, использует эту ситуацию как возможность вернуться в качестве одного из лидеров нашего мира, захочет иметь, скажем так, подозрения в определенном шагах в сторону России, как и не захочет Швейцария, которая, несмотря на подчеркнутую нейтральность, желание быть медиатором всех процессов, все-таки это часть Запада, и если, скажем так, начнутся какие-то расследования касаемо швейцарской экономики и швейцарских банков, все-таки этот вопрос, он и до войны России против Украины существует, о том еще со времен борьбы с нафией, и другими, скажем так, движениями, которые подрывали целостность западного мира, о том, что все вот эти банковские системы должны иметь все-таки какой-то контроль, и они не должны быть составляющей работы машины против Запада, то есть они не должны быть, да. Спасибо вам огромное, обязательно увидимся. Нашим зрителям напомню, что Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был сегодня с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте, uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.